В эфире телеканала Десна ТВ Новости. В студии работает Алина Сазонтова. Здравствуйте! Сегодня в выпуске. Проекту школы Росатома исполнилось 10 лет. Праздник моды. В Десногорске прошло дефиле коллекции «Мода на атом». Наши дети вошли в мир высокой моды. Прикоснулись к этому миру, заинтересовались им. В Десногорске прошел двухдневный баскетбольный марафон. В 2021 году школа Росатома отмечает 10-летний юбилей. В честь этого события во всех городах атомщиков проходят праздничные мероприятия. Поздравительный марафон от Нововоронежа принял и город Десногорск. 14 мая на круглом столе в Нейтрино прошла встреча представителей школы Росатома и членов администрации с самыми активными участниками проекта. Проект из года в год поражает новыми делами. С приветственным словом к детям, их педагогам и наставникам также обратился заместитель директора Смоленской атомной электростанции, председатель городского совета Анатолий Терлецкий. Десять лет, как развивается наш проект, замечательный проект, сделан очень много, но сколько еще много предстоит сделать. Это невозможно призывать к вас, к тем, кто будет сегодня еще в школе, кто учится, получает знания, кто проявляет себя как активным гражданином. Из вас, как это невозможно, за вами не учат. За 10 лет школа Росатома объединила и дала возможность творчески и профессионально реализоваться полутысяче школьникам, 300 воспитанникам детских садов и 100 педагогам. О проделанной за эти годы работе вспомнила председатель комитета по образованию Татьяна Токарева. Она также отметила основные направления проектной деятельности школы Росатома. Основными направлениями данного проекта являются конкурсные мероприятия для муниципальных образований, образовательных учреждений, школ и детских садов, конкурсные мероприятия для учителей и воспитателей, вебинары, стажировки, курсы повышения квалификации и также мероприятия для талантливых детей. Многообразие конкурсных программ в различных научных и творческих сферах привлекают школьников различных возрастов и интересов. Для многих из них участие в проектах школы Росатома помогло в развитии личных и профессиональных качеств. Я думаю, что школа Росатома помогает раскрыть свои способности и ограничивать себя степенами образовательного учреждения. Школа Росатома позволила мне поверить в себя. Я научилась не только лучше думать о настоящем, но и знаю, как осталось счастливое будущее. После поздравления школьников в Центре культуры и молодежной политики состоялась еще одна встреча с победителями и призерами конкурсов школы Росатома. Здесь поздравляли самых юных конкурсантов, воспитанников детских садов, соучастие в конкурсе рисунков и кричалок. Председатель комитета по образованию Татьяна Токарева вручила детям грамоты и памятные сувениры. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ 17 мая в Десногорске прошел шоу-показ «Коллекция одежды», сшитый по эскизам победителей второго международного конкурса дизайна «Атом Кутюр». Масштабное фэшн-событие состоялось в концертном зале Центра культуры и молодежной политики. На один вечер культурный центр превратился в подиумную арену, по которой дефилировали школьники города. В основе представленной коллекции 68 эскизов костюмов, победивших в ежегодном конкурсе «Атом Кутюр». Вся коллекция – это результат креативности детей, интересующихся высокой модой. Сегодня вырастить людей, которые в модной индустрии могли бы сделать прорыв, я думаю, это классно. И на сегодняшний момент, благодаря проекту, выявлены дети, буквально гениальные, которые могут модную индустрию просто двинуть. Это наши дети. Первый конкурс дизайнерской одежды прошел в 2019 году. На протяжении двух лет юных модельеров поддерживает концерн «Росэнергоатом» и фонд «АТР». Я хочу пожелать нашим детям, чтобы и тем, кто, соответственно, помогает, создавать такие замечательные коллекции, чтобы они не останавливались на достигнутом, совершенствовались, созидали и творили. Ну а мы, со своей стороны, соответственно, их поддерживаем. Наши дети вошли в мир высокой моды, прикоснулись к этому миру, заинтересовались им. И здорово, что первые касания, они уже дали свои плоды, свои успехи. Финалисты конкурса «Атом Кутюр» получили возможность увидеть воплощение своих эскизов благодаря работе ведущих модельеров и дизайнеров России. Шоу было разделено на блоки по номинациям «Логана Атом», «Рабочий Атом», «Деловой Атом», «Праздничный Атом», «Наш ответ взрослым». Среди воплощенных в жизнь эскизов были и авторские работы дизногорских конкурсантов – Вероники Стальмахович, Ксении Свиридовой и Ангелины Саутенковой. Нужно пробовать своей возможностью. И даже если вы считаете, что шанс на победу нет никакого, все равно нужно принимать участие, чтобы просто проверить хотя бы себя. Конкурс «Атом Кутюр» – многогранный проект. В нем также ежегодно участвуют эскизы кукол и ремесел. В номинации «Логана Атом» победила Анастасия Виноградова. В номинации «Атомная кукла» лучшей стала Варвара Баракова. Я желаю всем поучаствовать в этом конкурсе, чтобы стать победителем. Я желаю всем успехов и удачи. Финалисты и участники конкурса из Десногорска были награждены дипломами, грамотами и призами. В планах организаторов провести коллекцию по всем городам присутствия «Росатома». Ксения Ложкова, Александр Ерофеев, Десна-ТВ. 15 и 16 мая в Десногорске проходил открытый турнир Смоленской АЭС по баскетболу. Двухдневная серия игр вошла во второй этап соревнования, посвященного 76-й годовщине Великой Победы. Турнирной площадкой выступило игровое поле физкультурно-оздоровительного комплекса «Десна». За два дня соревнований десногорская команда «САЭС-Юниор» встретилась с соперниками из Рославля и Калуги. Турнир был организован ППО «САЭС», Центр современных спортированных технологий концерна «Росэнергоатом», а также городской администрации Десногорска. Этот турнир стал для десногорских баскетболистов триумфальным. Во всех трех играх команда одержала уверенные победы. Высокий профессиональный уровень игроков «САЭС-Юниора» отметили и команды-соперники. Я ее видел уже на первенстве СФО, и сейчас еще раз убедился в том, что действительно ребята хорошие, обученные, они постепенно продолжают прогрессировать. Ну и только порадоваться можно тому, что у нас есть возможность играть с такой командой. Лучшим игроком турнира признан спортсмен десногорской команды «САЭС-Юниор» Иван Косенков. Лучшими в команде из Рославля и Калуги стали Андрей Щербак и Денис Карпунин. Клеменков Роман отмечен как лучший в команде Десногорска. Соперники были в хорошей игровой форме, но мы все-таки показали свой баскетбол. Прошедшие матчи завершили игровой сезон баскетбола 5 на 5. В летний период основным направлением баскетбольного спорта станет формат матчей 3 на 3. Ксения Ложкова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ В конце выпуска о погоде 21 мая в Десногорске солнечно. Утром возможен дождь. Днем температура плюс 16, ночью плюс 11. На сегодня выпуск завершен. До свидания.